Приветствую вас, Лилия. Хотелось бы, конечно, спросить у вас, как именно вы помогаете людям и что именно вы делаете для того, чтобы людям помочь обректи счастье. Вот. Но жалко. Жалко, что вы об этом не пишете. Хотелось бы узнать. Смотрите. Ну, во-первых, чувствуется у вас некая какая-то духовность, да? Чувствуется у вас некая такая возвышенность, чувствуется, не знаю, сердечность, что ли, да? То есть вот такое вот какое-то прощение и так далее. Возможно, именно это помогает вам и помогает людям. Но я боюсь, что это не помощь, а спасение, как сказал мой коллега Кудрущев Игорь Леонидович. Потому что помощь это когда человек делает что-то сам, а вы просто помогаете дополнить человеку то, чего у него нет. А спасительство – это когда вы полностью делаете что-то за человек. И, понимаете, идея в том, что... То есть то, что муж и ваш текущий молодой человек оба распускали руки по факту означает, что вас занижены в самооценке. И боитесь вас остаться одна. И не можете вы говорить нет. То есть слабо вас этому. И, вероятно, своим поведением вы вызываете у мужчины желание вас задавить. Это может быть связано, как раз таки с тем, что вы ведете себя как-то где-то неестественно. Может быть, вы выбираете себе таких мужчин. Знаете? Потому что, опять же, распускание рук – это... Ну, да, это может случиться неожиданно, конечно, но сама агрессия, само вот именно агрессивное поведение, да? Такая вот вспыльчивость, эмоциональность, некая жесткость, категоричность, либо неконтролируемость какая-то своих эмоций, своего поведения. Это все, как правило, происходит гораздо раньше, до распускания рук. И, в принципе, при желании можно это все заметить. Я уверен, что вы замечали, но надеялись или объясняли себе как-то, что с вами этого не произойдет, что второй раз этого уже не случится. И если вы заметите, то ваше эмоциональное состояние, оно мечется, оно мечется между тем, что вы... То вы спаситель, который всех спасает, да? То вы несчастная женщина, которая, у которой с мужем не все ладится и... Которая, так скажем, винить себя за то, что там была измена, допустим. Ну вот, то вы, чересчур, эээ, сильно выглядите, эээ, привязаны к семье, эээ, вот. Ну, эээ, ну, эээ, ну, эээ, ну, эээ, ну, эээ, в своей семье, эээ, вот, очень сильно, да, то есть, вот, вся какая-то такая семейная, семейная ценность, да, вот, именно, именно наличие, эээ, семейных ценностей достаточно, достаточно сильно, эээ, чувствуется, достаточно сильно ощущается, вот. То есть, все вот это вот, эээ, все вот эти вещи, они, эээ, являются чем? Они являются обесцениванием себя, являются эээ, такой, знаете, эээ, постановкой, эээ, чего-то, или кого-то, выше, чем вы сами. То есть, вы берете и просто, ээээ, кого-то из людей, вот, например, своего мужа, или, в целом, семью, ээээ, ставите на место больше, эээ, на место выше, чем вы сами. И, не знаю, проблемы. Вот откуда такое обесценивание идет в себя, нужно выяснять. Ээээ, соответственно, уже от этого, на мой взгляд, и нужно, нужно отток, именно от этого. А дальше, дальше, эээ, уже будет, ну, очевидно, эээ, дальше уже будет более-менее понятно, как, как, как дело, эээ, и что. То есть, вы не даром, ээээ, тебе, ээээ, вопросы задаются, эээ, такого, эээ, типа, ээээ, как мне дальше жить. Вот, вообще, ну, не даром. Потому что, ээээ, вы действительно, наверное, для себя жить не можете, вы действительно, ээээ, ориентироваться на себя жить не можете. Или у вас есть этим трудности, или вот, ээээ, такая, ну, как-то так. Примерно. Понимаете, какая штука. Вот. И вот это, вот, неумение, ээээ, вот, неумение полагаться на себя, да, оно, как раз таки и приводит к тому, что вам, ээээ, настолько тяжело и, ээээ, трудно представить себя без, ээээ, ну, без мужчины. Потому что, если бы это было не так, если бы это было не так, вы бы, ушли бы от мужа, побыли бы одна спокойно, ээээ, значит, ээээ, повстречались бы с другими, ээээ, с мужчинами, да, преследовали бы, там, вот эти моменты, эээ, вот. Но вы этого не делаете, вы этого не делаете. Опять же, я вас не обвиняю. Я сейчас говорю о том, вот, как, эээ, мне эта ситуация видится. Ээээ, в целом. Понимаете? Вот. И, соответственно, ну, работать нужно, вот, наверное, именно в этом аспекте, в этом направлении, как мне сейчас сказать. Вот. А дальше, да, дальше уже, будет, в принципе, ну, более, более-менее понятно, куда вам двигаться и что вам делать. Вот. Вот. Видите, вы пишите, что был только приклад, во втором он этим был родным и любимым. Вот, как во вбле, да, он родной и любимый. Дальше. Идём. Эээ, значит, так, сейчас я открою ваш, эээ, текст, так. Эээ, вот, я молод, значит, эээ, никогда не думал, что у меня без заселения я с общаться в семейной жизни. Так, потому что семейная жизнь, это не понравилось, это не, не, эээ, то, что является ведущим массивом. Как женщины мне не хватало мужского внимания, ласки и тепла. Мы стали все видеться за три месяца, один раз по полдня, разве это жизнь? Когда вы себе вопрос задаете? Я молодая, думаю, меня можно понять. Я сейчас себя никак не хочу обратить, но хотя бы женщины меня поймут. Видите, то есть здесь у вас, что, у вас здесь идёт, эээ, гендерное различие. То есть вы, вот, эээ, разграничиваете мужчины и женщины. Типа, что, типа, что женщины могут понять что, от чего не могут понять мужчины. Ну, это тоже, по факту, эээ, ограничивающая вас, эээ, история. Понимаете? Очень сильно. Почему вы решили, что, там, ну, мужчины не могут понять чего-то, а то только женщины могут понять, да? Это такая вот довольно эээ, стереотипная эээ форма восприятия для людей, ну, мужчин. Так. Вот. Дальше. Так. Будет откровенно, у нас с парнем произошло интимное первый день знакомств, и после этого, практически, можно расставить. Мы сейчас живем вместе. Так, ну, вопрос, да, то есть, с вами вопрос хотелось, мышку ласковую это получили, а дальше, что вас запятеняет. Вот. И дальше, значит, вы очень сильно любите меня, но распускает руки, ээээ, так не сильно. Я понимаю, сейчас будет ответ, уходите, я хочу уйти, но уйду, ну, и уйду, но пока не могу уже, вот. У меня у меня уходит, только я говорю, отставание, оно распускает руки. Так, а как вы уйдёте тогда? Это первое. Второе, чтобы уйти, нужен ресурс. Психологический ресурс. Лидер. Вы право в том, что вы не уйдёте. Вы не уйдёте, а у человека так ресурс у вас нет. Сейчас. Вот. И, ну, это нужно, на мой взгляд, признать. Поэтому говорить вам о том, что вы уйдёте от него, я лично, лично я не буду. Не уйдёте. Пока не выработайте психологическое ресурс. Дальше. Я, вот, более чем уверен, что, ага, ну, квартира ваша, в которой живёт, ну, мужчина там, и он, ну, вообще-то говоря, не имеет права там находиться, вот, ну, без вас. То есть, без вас его на то разрешение. Вот. И то, что вы позволяете ему это делать. Ну, это, на мой взгляд, опять же, подчёркивает лишь то, что у вас имеет место быть проблемы с личными границами, скажем так. Да? Ну, определённые. Определённые трудности, определённые проблемы с личными границами, очевидно, у вас есть. Нужно ли, ну, нужно ли с этим работать? Да, конечно. Конечно. Вот. И если с этим работать, то ситуация вполне себе может исправиться. Ну, может исправиться. Вот. Вот. Я не счастлив, не забыто, у меня душа разрывается, не знаю, сколько у меня делать, у меня в жизни это в первый раз. Да. Да. Я понимаю, что у вас это в жизни первый раз. И вам самой, вот, знаете, именно самой желательно найти ответ на вопрос, что делать дальше, чтобы делать дальше, чтобы что. Вот если... вы, ну, сами себе сейчас этот вопрос зададите, да, то я уверен, что связано это будет исключительно только с людьми. Ну, другими людьми. Вот. И... В этом не будет вас. Знаете, какая штука? В этом не будет вас. А это очень важно, чтобы на первом месте у себя были вы и потом уже все остальные. Вот сейчас, да, на данный момент, вы себя, ну, обесценивают. Можно вам помочь, чтобы вы, ну, чтобы вы перестали это делать? Можно. Можно, можно, можно помочь. Для этого нужно работать с вами. Вот. А так одного ответа вам никто не даст. Так. Так. Я не знаю, что мне расчет. Я хочу, чтобы он ушел и... и быть одна жить очень спокойно. Ну, вот, беда в том, что, скорее всего, вы одна жить не умеете. Или он. А, ну, или не хотите. Либо умеете, да, ну, не хотите просто. Лично. Такой принцип. Тоже может. Может быть. Как можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.